В Тольятти играми чемпионата России среди мужских команд высшей лиги открылся специализированный гонбольный дворец. Лучший в стране. Дебютант высшей лиги Тольяттинская «Лада» одолела всех своих соперников и вошла в лидирующую группу. А вот другая команда нашей губернии, еще в прошлом сезоне выступающая в Суперлиге, Усть-Кенельская «Самара-Агра», в принципиальнейшем поединке проиграла своим землякам из Тольятти 23-30 и пока занимает четвертое место в подгруппе. Самарское училище Олимпийского резерва. Сегодня в нем учится и занимается спортом 140 воспитанников, представляющие 23 вида спорта, в том числе и такой экзотический для нас вид, как синхронное плавание. На свой пятилетний юбилей кузница будущих звезд спорта, лучший на сегодняшний день по своим достижениям в России, пригласила немало гостей из Москвы, городов России и даже дружественного нам Казахстана. Когда я увидел, сколько людей ко мне пришло, честно говоря, я немножко сомневался, думаю, ну что пять лет, что это такое? Вроде недавно только образовалось учреждение, только еще так становится на ноги, вот, но когда я увидел, как к нам тепло и хорошо относятся в Самаре, я понял, что наше училище родилось там, где люди этого хотели, ждали и очень к этому подобно по-хорошему относятся. Я очень счастлив сегодня. Небольшой сибирский городок на юге Красноярского края с населением меньше 200 тысяч жителей встречал наших футболистов хлебом с солью. Одна из столиц хоккея с мячом страны давно хотела увидеть футбольную команду высшего дивизиона. И вот такая встреча, благодаря сибирскому алюминию, состоялась. Типичный провинциальный городок, пусть и столица Хакасии, запомнился своим патриархальным укладом, древними и советскими памятниками архитектуры и вполне современным стадионом Саяны, на котором и проходила товарищеская встреча по футболу. Местные боги футбола из команды «Реформация», выступающие в зоне Восток второй лиги, готовы были дать бой именитым, пусть и одной ногой, стоящим на вылете из элиты российского футбола самарским крыльям советов. Да-да, вот на этом раскисшем и размягшем от дождя поле стадиона, который-то и полем назвать трудно. Но с каким азартом месили эту грязь местные футболисты, словно в матче с крыльями, решалась судьба золотой богини. Александр Тарханов выставил против церковной команды, местной религиозной секты пятидесятников, и это не шутка, а именно так, практически весь основной состав. Крылья в первом тайме, как и подобает солидной команде, имели немало возможностей открыть счет. Но только однажды отличился циклаури. А во второй половине встречи хозяева поля превзошли, казалось, самих себя и показали, что такое бойцовский характер. Вырвав ничью на последних минутах встречи, они заслуженно получили в награду аплодисменты трибун. 1-1. Атака реформации и счет стал 1-1. Сколько вас устроил ничейный результат 1-1? Я думаю, что 2-0 победила группа «Сибирский алюминий», именно благодаря ей состоялся этот матч. Матч мне понравился сам, проходил он, как вы видели, в уникальных погодных условиях, поэтому тот, кто играл по ветру, обладал явным преимуществом. Поэтому и счет закономерный, и, я думаю, праздник должен был закончиться таким счетом, именно товарищеская встреча. Потому что и та, и другая команда хотела показать то, что показало. По древнему хакасскому обычаю, чтобы не повторять ошибок, нужно на березе завязать узелок. Мы завязываем узелок, чтобы футбольная команда «Крылья Советов» не повторила ошибки в нынешнем чемпионате. И достойно сыграла с ярославским шинником. Наши молитвы, видимо, были услышаны Всевышним. И в Ярославле «Крылья» сохранили надежду болельщиков на высшую лигу.